В Приморье много рек и, соответственно, мостов. Хозяйство огромное, капитальных сооружений в крае более 1600. 400 из них в аварийном состоянии. В выводах к теме состояния дорожной инфраструктуры мы уделяем внимание регулярно. Кстати, ее решение приморцы считают одной из приоритетных задач для краевой власти. На примере некоторых населенных пунктов мы представим вам, как продвигаются дела по ремонту приморских мостов и ответим на главный вопрос. Может ли регион самостоятельно заменить аварийные конструкции? Три года назад в Приморье пришел тайфун Гони. Стихия была настолько сильной, что реки стремительно вышли из берегов. Большая вода сносила все на своем пути. Первым не выдержал мост через реку Крауновка. Конструкция рухнула и жители села остались без транспортного сообщения с Уссурийском. Потом мосты обрушились в Яконовке и Яковлевке. Частично в Фоке на Анучинском районе, Ольгинском, Дальнереченском, Кавалеровском и Чугуевском. Каждый аварийный объект инженеры обследовали. Мосты, построенные в 70-х годах, свой технологический ресурс отработали. Вывод такой. Некоторые конструкции следует капитально отремонтировать, другие демонтировать и построить новые. Именно такое решение руководство края приняло в отношении моста через реку Крауновка. К строительству нового здесь приступили в конце прошлого года. Каким он будет, сейчас хорошо видно. Все балки смонтированы. Пролетное строение, это почти километр, возвышается над рекой. В октябре мост откроют для движения транспорта. После окончания наших работ по строительству моста здесь будет чиститься русло, убираться все строительные площадки. Вот сейчас мы, получается, отсыпали строительные площадки и остался один пролет у нас под русло. В дальнейшем мы, получается, все русло будем чистить и укреплять откосы. А это мост через реку Литовка. Рядом населенный пункт Новолитовск и федеральная трасса Владивосток-Находка. Работа здесь кипит. Мостовики продолжают монтаж балок пролетного строения, будущего дорожного полотна. Смонтировано 7 балок. Это уже полностью собранный пролет. И сейчас в процессе монтаж двух еще балок. И думаю, что к сегодняшнему дню будет смонтирован второй пролет окончательно. То есть итого будет 14 балок из 42. На подходах к мосту работы почти завершены. В ближайшее время здесь приступят к асфальтированию. Завершить строительство моста в Новолитовске дорожники планируют до конца года. Кроме того, сдадут и еще один мост через реку Крыловка в Кировском районе. Но в крае есть и другие аварийные объекты. Их более 400. Эта проблема известна главе государства. Владимир Путин обещал помочь приморцам положительно рассмотреть вопрос с выделением федеральных средств на ремонт аварийных приморских мостов. Виктория Лобецкая, Станислав Луценко, Наталья Зайцева. Специально для программы «Выводы». В советских газетах лет 50 назад была популярная рубрика «Возвращаясь к напечатанному», в которой сообщалось, какие меры приняты, как наказаны виновные по ранней проблемной публикации печатного органа. Так вот, возвращаясь к предыдущему выпуску программы «Выводы», сообщаем вам, что один из его сюжетов стал фактическим материалом для предъявления дипломатической ноты посольства Российской Федерации в Корейской Народно-Демократической Республике, Министерству иностранных дел этой страны. На острую экологическую проблему приморского края, касающуюся северокорейских рыбаков, которые загрязняют и разоряют морскую акваторию берегов Приморья, включая и заповедную, обратил внимание чрезвычайно и полномочный посол России в Корейской Народно-Демократической Республике Александр Мацигора после выхода в эфир на прошлой неделе материалов в программе «Выводы». Но первым с редакцией связался научный сотрудник Приморского океанариума Игорь Катин, который 20 лет проработал в Дальневосточном морском заповеднике и все эти годы изучает пятнистых нерпларк. Он предоставил в распоряжении редакции снимки, в том числе и спутниковые, которые наглядно показывают, что незаконное нашествие северокорейских рыбаков в российскую экономическую зону, территориальные воды и на акваторию заповедника приобрело такие масштабы, с которыми специалисты по охране заповедных территорий еще не сталкивались. Затем посыпались другие фотографии и свидетельства. Вот полузатопленная северокорейская лодка с вялящимся кальмаром, которую сфотографировал в бухте Витязь морской биолог Валерий Даркин. Через интернет и социальные сети программа «Выводы» на общественном телевидении Приморья обратила внимание на этот материал посольства Российской Федерации в Пхеньяне. И реакция последовала незамедлительно. Уже на следующий день чрезвычайный полномочный посол России в КНДР Александр Иванович Мацигора сообщил нашей программе. Провел беседу с директором первого европейского департамента МИД КНДР им Чхон Иром. Передал ему официальную ноту посольства России с настоятельным требованием принять незамедлительные меры по нормализации ситуации с незаконным промыслом в российских водах. Им Чхон Ир очень серьезно отнесся к моей информации, обещал срочно доложить своему руководству обратиться к рыбопромысловым организациям. Будем следить за ситуацией. Мы сделали такие выводы о событиях минувшей недели. Самые важные и заметные. Вы тоже можете их делать вместе с нами. До встречи через 7 дней. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова